Неоднократный призер чемпионатов мира и Европы среди инвалидов, первый в Мордовии мастер спорта международного класса по армрестлингу, Галина Учаева, готовится к выступлению на очередном первенстве Старого Света, которое в следующем месяце пройдет в Литве. С одной стороны, для нее это очередная возможность проявить себя на высоком уровне, а с другой – период томительных ожиданий и надежды на добрых людей при сборе средств на дорогостоящую заграничную поездку. Переживательно – это то, что всегда перед выездом начинаются финансовые проблемы. Финансовые проблемы – это найти и на поездку, и на суточные, и, ну, в общем, что перечислять тут вообще. Финансовые затруднения очень тяжелые. Переделанная под копилку банка со спортивным питанием на столе у тренера в спортивном клубе «Вымпел», где уже больше восьми лет занимается Галина Учаева, объявлен сбор средств на ее поездку. Соответствующая информация распространена и в социальных сетях. Для Галины Учаевой это уже не первая поездка на крупные международные турниры, с которых она неизменно возвращается с медалями. В очередной раз, отправляясь за границу, наша спортсменка чувствует особую ответственность за свое выступление перед клубом, тренером и всеми, кто помогает ей организовать поездку. Я, конечно, рада таким моментам, что вот именно сейчас вы меня снимаете по телевидению. Я хочу выразить все свое, ну, как сказать, сердечное спасибо тем, кто мне помогает, кто не остался без внимания ко мне. Я благодарна всем, даже те, которые люди по 15 рублей присылают, говорят, голым рубахой с миру по нитке. Вот, я вот пользуюсь моментом, всем хочу сказать спасибо за это. Несколько месяцев назад Галина Учаева перенесла операцию, но уже через неделю после выписки из больницы приступила к тренировкам и сразу пошла на поправку. Спортивный клуб «Вымпел» для нее и еще двух десятков людей с безграничными возможностями стал уже вторым домом. Через неделю я вернулась, потому что я знала, что у нас впереди Европа, мне нельзя долго лежать. Я забыла, что у меня была операция. Я все делаю, как и не было такого. Ну, сейчас вроде бы я чувствую, что я в силу вошла. И я не чувствую, что, ну, как бы, переносила операцию. Может быть, где-то по состоянию здоровья где-то, может быть, отдает, но я не хочу об этом думать. Я хочу только идти вперед. Несмотря на успехи Галины Учаевой, на международной арене в Мордовии до сих пор нет Республиканской Федерации по армрестлингу. В связи с этим армрестлеры клуба «Вымпел» вынуждены обращаться в другие регионы, а они приютить спортсменов такого калибра всегда рады. Только на педестале почета и официальном протоколе наши спортсмены значатся представителями другого региона, а не родной Мордовии. Со слезами на глазах еду участвую за чужие регионы. Хотелось бы, конечно, поднять свой мордовский флаг и вот быть гордостью Мордовии. Пожалуйста, руководители Мордовии, сделайте нам федерацию, чтобы вот мы гордились своей Мордовией. Пока не будет у нас своей федерации. Я пытался это сделать, но как-то отклика не было. Ну вот, ваши передачи, другие передачи, темы какие-то в газетах, еще где-то, может быть, все же дойдут до этого, до умов каких-нибудь, опять еще повторяю, бизнесменов, руководителей больших предприятий, которые готовы там раз в год 50-60 тысяч выиграть на федерацию, но и даже не можем провести чемпионат в Мордовии. На чемпионате в Мордовии выполняются нормативы кандидата в мастера спорта России. То есть для ребят это такой большой плюс, когда получить значок, удостоверение кандидата в мастера спорта. Некоторые даже плачут. А я не могу это выдать, потому что у нас нет федерации, нет чемпионата Мордовии. Отправиться на чемпионат Европы в Литву может не только Галина Учаева. Вызов пришел и на бронзового призера чемпионата страны Вячеслава Чебураева. Инвалид-колясочник и представить себе не мог, что сможет отправиться за рубеж. Поэтому и заграничного паспорта у него нет. А сейчас приходится делать его в срочном порядке и без помощи властей не обойтись. Так как первый и второй номер могут не поехать по здоровью, вот он появился у него шанс выступить на чате Европы. Первый раз. Сейчас пытаемся сделать ему паспорт за грант. Министерство спорта помогает. Надеюсь и органы нам помогут побыстрее это все сделать. Так что он может быть поедет и я уверен, что он поборется за призовое место. Потому что мой парень очень сильный и шанс у него есть. Ну и как у Галины. У Галины вообще есть шанс быть первой. Наверное, впервые всегда она была второй или третьей. Уже через два месяца после чемпионата Европы в декабре этого года в Румынии состоится чемпионат мира по аром-рестлингу среди инвалидов. А это значит, что банку с пожертвованиями, скорее всего, придется вытаскивать вновь. У нас сейчас Европа в октябре, а мир в декабре. Вот как бы все это близко. И я даже не знаю, я вот говорю, даже возможности нет на Европу. У людей вот прошу, вот там, помогите. А на мир я уже даже не знаю, смогу ли я поехать или нет. Но моя кандидатура, ну, как бы должна была ехать. Юрий Васильев, Павел Толобаев. Программа «Наш спорт». Юрий Васильев, Павел Толобаев.